окей очень странная история но у меня перестал мой замечательный стабилизатор поворачивать последние два видео поворачивать камеру автоматически вот привет друзья это мелочь конечно видели мои туи и сегодня очередное видео в котором я по правде говоря заранее не придумал что говорить я просто расскажу последние новости которые у меня есть но порту и вы уже слышали я поставил таймер поставил 3 провел 3 как бы кабеля с таких не кабеля как они называются трубы house или шла 3 3 сланга господи 3 сланга сочащихся один спорами и два таких просто пожеванных скажем так и кабеля чтобы поливались туй так что с ними должно быть становиться все получше тем более сейчас начались дождики достаточно каждый там второй третий день что-то чуть-чуть капает поэтому плюс к такому поливу который я делаю еще и полив от дождика что не может не радовать и есть надежда что некоторые из них выживут но хотя нужно еще и срезать вот то как бы какие сегодня будут темы но я наверно не буду даже заранее озвучивать потому что у меня особо нет каких-то супер тем могу сказать что по поводу чья могу рассказать вам немножко про чья что у меня снова значит я попробовал мэд максовский плоттер потому что он все равно требует только публичные ключи плоттера как бы то есть можно не бояться за свой приватный ключ вот там фи фермерски да и плоттера ключ по публично нужен и да я очень сильно обрадовался то есть он действительно рисует платы очень быстро но дело в том что у меня уже практически все емкости винчестеров что я хотел забить как бы я забил и как бы честно говоря конечно монетка под просела и доходы достаточно печальные и я не знаю насколько и буду я долго вообще дождусь ли этого момента когда официальные платы ведут строй и может быть попробовать конечно попробовать но мне кажется что сеть уже настолько мощная что всем у кого меньше 100 терабайт нам делать вообще нечего соответственно у меня могло бы быть 250 терабайт если бы я не затупил и не продал бы харды с работы но я это сделал это было давно и теперь я как бы жалею об этом но у меня с трудом 30 терабайт на скребется и поэтому я даже не знаю насколько это имеет смысл то есть да какие-то денежки с этого получится я скорее все это отобью со временем на сто процентов но блин честно говоря даже в сравнении с майнингом эфира я уже говорился повторю не очень интересно вот но я подумываю да что можно повесить объявление что типа я создаю платы создаю под заказ для финна на фине повесить объявление смысле это наш местный налогови то российского что как бы давайте ребятки кому нужны платы заказывайте с диска у меня уже сто пятьдесят процентов износа но работает ни одной ошибки не было то есть до система при включении говорит что у вас типа проверьте типа чё там у вас с дисками и но она почему-то думает что у меня там система на этом диске хотя у меня там ее нет хотя я честно говоря собирался до положить систему просто потому что но мне не страшно если система умрет я как бы во первых у меня система есть на связи шки которая случае чего я прогружу ада даже если система умрет как бы но ее поставить это один час работы как бы раскатать туда эти платы как бы вообще не проблема да я планировал перенести большую часть со всех своих плотов в хпшный сервер что я и делаю а кстати вот какая тема у меня есть я собираюсь сейчас на аксион чеках сервер но конечно не по большей части не для чья а просто потому что мне всегда хотелось иметь хотя бы один настоящий сервер полноразмерный с двумя в этот раз у меня было четырех процессорная раньше материнка врач но она осталась в россии в этот раз будет 2 процессорная материнка и собственно говоря это аксион чеки восьмиядерные уже старенькие как бы но я купил недорого здесь и материнку я купил сеть вообще новую полностью в упаковке хоть она и старая ну как бы она не новая в смысле вы года выпуска времени выпуска да но уже устаревшие вот так вот ну соответственно lg и 1366 или как он там называется этот сокет соответственно вот то есть я планирую этот сервер из него сделать там может быть из них с него по xe грузится может быть него storage хвостить в общем мы какие-то такие фоновые нужды и плюс у меня как бы идея fix это сделать этот сервер чтобы он был так сказать бесшумным то есть я хочу попытаться у меня сейчас я купил для него кулеры мне такие естественно от обычного компа вот и очень радостно что я получил свой корпус из россии практически целый нормальном состоянии свет включили вот и в этот корпус помещается серверная материнка легко лежа как и предполагается корпусом у меня квадрате кубик такой thermal take cube x21 и не помню точное название может быть x21 может быть нет зеленого цвета ярко-зеленого классный корпуса бы обожаю его и в него полностью эта материнка помещается становится башня и еще остается место под карточки там дополнительные какие-то в харды и культа на место еще короче вот и можно в воздушные потоки тоже выстроить как угодно вот поэтому очень рад буду собирать сервер в своем корпусе от старого компа а старый комп соберу в корпус который купил здесь n zx стиля как он белый я вам рассказывал о нем как минимум в одном из видео вот в общем такой вот план ну естественно я протестирую если в ближайшее время у меня будет такая возможность потому что мне нужно еще блок питания купить и оперативку и термопасту дождаться из китая то есть пока я жду термопасту я куплю оперативку влюбок питания и потом это все еще найти способ спонтировать корпус то что я думаю что хоть она и влазит все но скорее все без некоторого адаптирования может не выйти понятно что я могу это просто положить чтобы она лежала как бы стационарно но хотелось бы хотя бы закрепить в нескольких точках до чтобы не было совсем уж совсем уж какая-то ерунда вот чтоб хоть как-то она держалась вот и поэтому надо будет продумать этот момент что там парочку вещей и целом а мы можем здесь спуститься кстати можем здесь спуститься тем более что вроде сейчас не должно быть сколько вот в общем такой вот план на сервер который будет бесшумный в большом корпусе потом план на настольник потестировать это все с разными системами но я думаю что я остановлюсь как обычно на archie archie подобных дистрибутивах что-то это будет основанная на archie потому что мне уже удобно так я недавно конечно прикололся что у меня а я не помню говорил или нет кажется еще нет что у меня на мне разрешили на работе поставить может и говорил fedora на macbook я поставил fedora я в принципе стал на 30 процентов более доволен но если я был доволен на 0 или на 10 процентов своим macbook который мне выдали на работе то теперь это увеличилось до 40 окей было было 10 стала 40 40 процентов удовлетворенности но по крайней мере системы можно пользоваться с fedora вот я туда даже ну короче много тестировал софта много ставил разного в целом все более-менее работает единственно пришлось допилить звук из коробки звук не работал но работал из коробки что немаловажно клавиатура и touchpad потому что на предыдущем всем что я вчера тестил там как бы сразу либо она не работала не работал не очень практически не висла система помо один раз только намертво повисла но я заметил что нового допустим на манджаре у меня на живой загрузки правда но все же было обоим даже сузой полноценной установки было несколько инцидентов что система зависала вот поэтому я удивился как fedora работать на могу кино порадовался и ну как бы я вынуждена скажем так пользуюсь fedora и конечно я бы привлечел манджару но там почему-то вроде как специальное ядро для макбука также как и fedora как и в убунте кстати убунта вообще не грузится просто падает в кернл паник и все вот а манджару грузится и со временем даже подрубается тачпад и клава вот последних версиях но не подрубается звук и как уже сказал аппаратные какие-то проблемы выскакивают очень часто вай-фай не работает нигде на маке на ленухах смысле есть много мануалов сети как это исправить дело по мануалам делал осторожно делал внимательно ничего не помогло вот такие дела то есть но как бы вай-фай мне не особо нужен естественно по через type c адаптер в ethernet пользуюсь у меня как раз ethernet и 3 избежки там то что в макбуке нет избежек адаптеров я и бы не на по не напасться столько вот и она все будет торчать красиво не удобно соответственно я этим адаптером пользуюсь чтобы клаву нормально подключить мышку и флешку и к и сеть естественная проблема что китайцы разместили слишком близко избе порты также как кстати китайцы в макбуке разрешили разместили слишком близко то эти порты и избе тайп си вот но ничего с натяжкой там почти как как надо как все втыкаются и просто иногда приходится напильничком подпилить разъемы на клавиатуре мышки потому что они слишком широкий но если чуть-чуть убрать пластика по бокам то все влазит ну потому что видимо мпд паски и скажем так юсб порты которые очень тоненькие рассчитаны по ширине вот и естественно чего-то другое власть проблемных влазит но чуть под углом что они не есть хорошо вот в общем на удивление федора назовелась или что самое забавное я смог найти подобавлял репозиторий взрослопа поставил софта туда нужного в основном рабочего конечно и что я в один из моментов вы знаете что нашел в репозиториях федоры пакман я был немножко удивлен я конечно знаю что можно поставить пакман на любой дистрибутив как бы но я просто что-то никогда этого не делал да я там никсос ставил в arch и собирал в них в них них пкг извиняюсь них пкг ставил их них пкг собирал всякие штуки но это немножко другая история в общем ну и понятно что я на всякие дистрибутивы типа arch тоже ставил пакет этот alien ставил в конвертер до дептап ставил который дебиан ставят это понятно но это чуть другое здесь как бы нативные репозитории как бы добавляются ну вернее как в арчи как бы не наверное дептап это как раз то же самое потому что с дептапом ставится на нативные репозитории и возможность конвертировать ставить деппакеты вот в не ubuntu соответственно не дебиан и в общем что я могу вам сказать я правда недостаточно протестировал функционал но репозиторий синхронизируется из них софт качается устанавливается в принципе работает вроде как более-менее но расскажу об этом когда протестирую побольше честно говоря все время рука дергается затереть федору и поставить манджару но я понимаю что мне придется во первых переставлять весь софт заново рабочие во вторых это уже поставил настроил в 3х настраивать звук и в третьих не факт что будет все так идеально но минус еще федора один большой почему у меня говорю рука дергается потому что там ядро устаревшие то есть там ядро 5 7 8 или что-то такое сейчас там 5 12 уже до ядро вот и соответственно хотелось бы все-таки иметь актуальное ядро иметь актуальное ядро на макбуке это только естественно его собирать ручками потому что нету никакого дистрибутива под макбуке специально вот и делать я его не буду потому что я считаю что это железо вообще абсолютно неадекватный покупать его не нужно это просто вынужденная позиция пользователя я как бы у меня нет пока что нет выхода но мне на работе сказали так кажется я уже говорил что на новый год к новому году мне можно будет заменить ноут на нормальный что меня не может не радовать я очень сильно жду новогодних каникул теперь чтобы поменять железку на нормальную вот про сервер рассказал про обновление с маком рассказал что еще погодка вот такая чуть-чуть дождливая но в целом вечерами комфортно конечно днем жарковато душного то особенно если идет дождик то нужного то но вечерами приемлемо комфортно вот гуляем сейчас как выдает дойдем до традиционного места с которым вы уже знакомы если смотрели мои предыдущие видео кстати если есть вопросы по свободному по по любым тем которые освещаю видео почти той же самой еще почему то пожалуйста пишите в комментариях задавайте вопросы или пишите в личку в telegram фейкс ноуден у меня ник слит на мелкими буквами полностью все собачка фейкс ноуден может писать в telegram вот ну и можно было бы наверно поставить точку и закончить на этом но хочется еще какой-нибудь вам интересную тему поведать но если честно я даже знаю какую а могу подумать поведать вам тему о каникулах скоро же у нас как бы на работе период когда большинство людей будет уходить на в летние каникулы я вот раздумываю что сейчас делать либо как бы взять все-таки какой-то себе период и поехать по норвегии покататься ну как бы для этого по сути нужно на деньги но сейчас нет особо когда запаса не хотелось бы тратить крипты слишком много вот и поэтому здесь вопрос хотя может конечно в либерстад поехать или куда-то не очень далеко в кристиансан тот же сам поехать вот или посмотреть дом который с которым я хочу все таки с архитекторами встретиться внутри внутри посмотреть этот дом multi comfort хусетт это дом который полностью солнечными панелями обеспечивает себя и может обеспечить несколько соседних домов то есть это позитив эмишн хаус даже дом который вырабатывает энергию они тратят ее и он очень красиво он очень мне нравится я был возле него но он был закрыт естественно там не было никого пошли договариваться о встречах заранее с архитекторами в общем такой демо проект построенный в ларвике и я вот думаю может туда съездить или еще куда то вот порекомендуйте как как вам кажется или не дергаться и продолжать работать потому что сейчас как бы многие норвегии уедут и отличная возможность на работе во первых познакомиться с самыми стойкими на работе более тесно скажем так поработать над какими-то задачами проектом совместно во вторых дополнительно заработать денег за счет того что не уеду в третьих как бы срок то как ну каникульный я его могу в принципе позже взять нет бы никуда не исчезает да я могу его сдвинуть на какое-то другое например сделать себе очень очень большие новогодние каникулы скажем так да или что-то типа того и тем более сейчас идет как бы евро всякие спортивные мероприятия в принципе на работе как бы мне рады что я пока что остаюсь и вот у меня как бы дилемма что мне делать то ли мне ехать надолго по норвегии то ли мне ехать по норвегии куда-то кратковременно ненадолго и для этого может быть даже отпуск не надо брать может поехать на три дня на выходных как раз да там в пятницу стартовать и понедельник вернуться можно понедельник взять отгульный день или просто день по болезни как бы один день ничего не решает а вот можно и удаленно то в принципе она все удаленно работать в принципе можно при случае чего присутствовать в онлайне вот то есть вот меня мучает мысли то есть либо убрать полноценный отпуск как все там берут на 2 до 4 недель либо как бы какой-то супер открытка средний кратковременный или просто кратковременный или вот вообще не брать покажет его склоняюсь к вообще не брать по крайней мере на это время вот что вы считаете как вы я как бы немножко расскажу бакграунда здесь о своей работе да я не так давно работаю всего 18 числа получается месяц а сегодня поджить какое сегодня возьму стыли сейчас я фиген будет забавно если я вам это рассказываю сейчас сегодня 18 и так сегодня нет сегодня 20 вот то есть получая за что я залип на выходных я уже месяца два дня работа окей совсем недавно и поэтому как бы ну я желание остаться правда у меня был такой капкан на предыдущей работе что я тоже как бы прошлый раз не пошел в никакие как бы отпуски каникул ничего такого из-за того что я думаю ну вот я новенький там лучше поработаю там как бы да а потом в итоге все я уволен у меня уже никаких как бы каникулов не был каникул не будет потому что меня как бы уволили или не продлили точнее здесь конечно этого не произойдет то что у меня другой тип контракта и я уверен что будет окей но как бы сам факт того что наверное лучше все таки использовать отпуск хотя бы в том году который мы тебе выдан то есть мне тогда нужно будет спланировать этот момент стабик сел ну ладненько ребятки придется значит немножко но сейчас как бы в принципе это была последняя тема которая мне пришла в голову который я бы хотел вам рассказать вот а еще я сегодня с подругой начал играть в игру brother a tale of two sons 2013 года которая для винды но я из-за того сказать через протон на ленухе она в принципе запустилась немножко глючил звук но перезагрузка компа почему-то решила вопрос видимо потому что я очень давно настольник сегодня перезагружал вот перезагрузил настольник все звук стало в порядке через steam link подрубился играли очень клёвая игра да мне друг ее давно рекомендовал интересно и прошли я не знаю сколько там нет митера да как бы какого-то но я так чувствую что прошли примерно половину или чуть больше половины вот договориться во вторник до пройти и играл еще с другом в портал соки конечно что он не играл в портал мне сейчас это смотришь я с тебя в шоке как можно бы вообще не играть в портал это жесть портал это были на одной из лучших игр вот так что ребятки если не играли в портал просто даже если вы не играете в компьютерные игры вот неважно это знаете как говорить что вы не читайте книгу ну вообще там не считали типа нигра не одной книге в жизни ну ну то есть как бы так нельзя вот та же самое да же чтобы не играть компьютерные игры и вы не в курсе что такое портал прямо сейчас берете гуглите покупайте там и на 100 200 рублей в россии поэтому покупайте устанавливайте и играете и самое главное что в портале 2 2 участия говорю первый час тоже клёво имеет тоже поиграете но в первый сингл во второй есть и сингл и коп причем кооператив там он идет и как вы можете за одной машиной играть одну лицензию купить и играть за одним компом там как бы в сплитскрине и вы можете играть удаленно через интернет в кооперативе то есть совместное прохождение сюжета в принципе также как в brothers как бы ну так brothers другого типа игра конечно вот порта очень классная игра тренирует логику мышления как бы на тайминге договоренность сплоченность с вашим соперником соратником в случае вот поэтому если вдруг вы не играли в портал обязательно рекомендации такая игровая вот ну и наверное на этом мы закончим правда я немножко не дошел за 20 минут я не успел дойти до самого клевого места которое все таки я хотел успеть дойти и сделать финальную панораму но все равно у меня уже стабик сел поэтому она будет вот такой вот шевеленкой не неприятный вот поэтому я думаю что мы закончим здесь ну а если у меня появится какая-то тема кто я не рассказал я просто запишу дополнительный кусочек и приклею его к этому видео или выпущу его виде отдельного видео в том случае если у меня будет достаточно много дополнительного контента но вряд ли потому что мысль у меня уже заканчивается несмотря на то что я говорю очень быстро и вы это можете узреть прямо сейчас спасибо всем за просмотр ставьте лайки и пишите в комментариях пока пока